Читинские школьники встречают День знаний, начало самого учебного года в числе главных тем традиционной городской планерки. Первый звонок прозвучал для тысячи читинских первоклашек. Уже завтра они впервые сядут за парты и начнут учебу. Администрации города же сделано все, чтобы грызть гранит науки было максимально комфортно. Подготовка началась ранней весной сразу по нескольким направлениям. Это традиционные орг-мероприятия, подбор кадров и, конечно, капитальные ремонты. Ремонтные работы все, которые мы запланировали, были проведены во всех общеобразовательных учреждениях. 100% выполнение, они все закончены. Я хочу еще отметить, что в исполнении вашего поручения мы провели дополнительные работы еще по теплоэнергосервису. Это детский сад номер 2587, проведен ремонт системы отопления, работы все уже выполнены. Свои двери открывают обновленные школы номер 6 и 40. Ремонты стартовали в марте этого года. Усилиями подрядчиков образовательные учреждения приобрели новый облик. Обновили классы, кафетерии и спортивные залы. Работы на этот год выполнены также на 100%. К 1 сентября подошло к концу и благоустройство в рамках программы «Тысяча дворов». Полным ходом идет строительство сквера в Антипихе. Рабочие закончили укладку покрытия, собрали игровые площадки, установили систему видеонаблюдения. 4 сентября планируется высадка саженцев, куда приглашают всех жителей поселка. Продолжается и реконструкция зоопитомника Амодова. У нас производится сейчас проектно-сметная документация, определен график, составлена дорожная карта, все этапы расписаны. Здесь мы очень тесно работаем с проектной организацией. Помогает нам в консультации и Мосбио, компания московская, которая ранее проектировали зоопарки по России. Это, в пример, Московский зоопарк, Казанский зоопарк. Завершение у нас в этом году проектно-сметной документации планируется. И часть выполняется строительно-монтажных работ. Не обошли стороной и тему газификации. На сегодня заключено 7268 договоров. В планах до конца года довести показатель до 13 тысяч. Ведется работа по строительству магистральных сетей. Инна Щеглова попросила приложить больше усилий, чтобы выполнить все в срок. Эльшат Сафаров, Антон Носов. РТК Забайкалье.